Здравствуйте, ребята! На предыдущих уроках мы уже говорили о структуре политической карты мира, значении и изменении, которые связаны со многими причинами. Сегодня я предлагаю заглянуть в зеркало эпохи, чтобы более подробно изучить этапы формирования современной карты мира, политической географии и процессов геополитики. Для наших давних предков мир зачастую ограничивался землей, которая окружала и кормила их. Но даже самые ранние человеческие цивилизации все равно пытались измерить масштабы этого мира и делали первые попытки по составлению карт. Считается, что первая такая карта была создана в Вавилоне, и она показывает мир за пределами Вавилонского царства, в виде ядовитых вод и опасных островов, где люди выжить не могли. Со временем карты становились все более масштабными по мере роста знаний людей о том, что лежит за пределами Средиземноморья. Карта древнегреческого ученого Клавдия Патолемея — это сводная карта известного к того времени мира, созданная около 150 года н.э. К своему трактату руководства по географии Патолемей приложил еще 26 специальных карт земной поверхности, содержащих географическую информацию о 10 регионах Европы, 4 карты Африки, 12 карт Азии. На картах перечислены около 8 тысяч городов и местностей с указанием их географических координат. До эпохи Великих географических открытий Патолемей служил для европейцев основным источником географических сведений, хотя его карты содержат много ошибок. Именно из-за карты Патолемея Христофор Колумб был уверен, что для того, чтобы добраться до Индии, нужно плыть в западном направлении. Формирование современной политической карты мира выделяют четыре периода. Древний период, средневековый, новый и новейшие периоды. Древний период – это эпоха возникновения первых форм государства до V века н.э. и рабовладического строя. На древнем этапе происходило становление, развитие и крушение древних государств – Египта, Карфагена, Греции, Рима. Эти государства внесли большой вклад в развитие мировой цивилизации. Уже тогда главным средством территориальных изменений были военные действия. В средневековый период – эпоха феодализма. Политические функции феодального государства уже были сложнее и разнообразнее, чем у государства в рабовладическом строе. Складывался внутренний рынок, преодолевалась обособленность регионов, развивалась монархическая власть. Также усиливалась роль церкви в управлении европейскими государствами. Проявилось стремление государств к дальним территориальным захватам, к поиску новых морских путей в Индию. В этот период процветают государства Византия, Священная Римская империя, Англия, Испания, Португалия, Киевская Русь. Сильно изменилась политическая карта мира в эпоху великих географических открытий. Эта эпоха началась в конце 1400-х годов и продолжалась до 1700-х годов и является важным периодом европейской истории – временем открытия новых земель. Наиболее значимыми в этот период были путешествия Христофора Колумба в Центральную Америку и Северную часть Южной Америки. Исследования и открытия Васкадагама Африки и Индии, Америго-Веспуччи, Южной Америки, Кругосветное путешествие Магелланов проложили путь для торговли между Старым Светом Европой, Азией и Африкой и Новым Светом Австралией и Америкой. Были уточнены и созданы новые географические карты мира. Торговля привела к обмену новыми продуктами питания, животными и растениями. Эпоха исследований способствовала обмену идеями и религиями между полушариями. Кроме того, она стала свидетелем появления новых групп населения, а также расцвета роботорговли и формированию колоний. Крупнейшими колониальными державами в этот период были Испания и Португалия. С рубежа XV-XVI веков начался новый период истории, который продолжался вплоть до Первой мировой войны начала XX века. Это была эпоха зарождения подъема и утверждения капиталистических отношений в мире. Она положила начало европейской колониальной экспансии и распространению международных хозяйственных связей на весь мир. С развитием мануфактурного производства Испанию и Португалию потеснили Англия, Франция, Нидерланды, Германия, позже и США. Это было время крупных колониальных захватов европейцами территорий в Америке, Азии и Африке. Но это и время совершенствования географических карт. Если на картах мира до 1689 года остаются пустыми небольшие части Америки, то уже к 1794 году картограф Сэмюэл Дан максимально правильно изобразил наш мир. В этом периоде произошло образование независимых государств Латинской Северной Америки. Мир перекраивался неоднократно. Особенно неустойчивой стала политическая карта мира на рубеже 19-20 веков, когда между ведущими странами резко обострилась борьба за территориальный раздел. И к началу 20 века фактически раздел мира оказался полностью завершенным, то есть стал возможен лишь через насильственный передел. 1 августа 1914 года началась Первая мировая война и новейший период формирования политической карты. И вновь произошел передел мира. В 1900 году площадь колоний превышала площадь метрополий. К началу 20 века в Азии они составляли 56% территории, в Африке 90%, в Америке 27% территории. Хотя уже в 18 веке началась деколонизация и освободительные движения. После Первой мировой войны произошел распад Австро-Венгерской и Османской империй. Образовались новые независимые государства. Польша, Финляндия, Чехословакия, Югославия и другие. В 1922 году произошло образование СССР. Произошли территориальные изменения и в Европе, согласно Версальскому договору, официально завершившему Первую мировую войну. Второй этап территориальных изменений на политической карте произошел после Второй мировой войны. Но кроме территориальных изменений, в Европе произошло формирование мировой социалистической системы. В 1948 году возникло государство Израиль. Произошел распад колониальных империй и образование независимых государств Азии, Африки, Латинской Америки и Океании. С начала 1989 годов выделяют третий этап новейшего периода, который продолжается и сейчас. Качественно новым изменениям на политической карте мира, оказавшим большое влияние на социально-экономическую и общественную политическую жизнь всего мирового сообщества, в этот период можно отнести следующее. 1991 год. Прекращение деятельности мировых организаций ОВД и СЭФ, что серьезно повлияло на политическую и экономическую обстановку не только в Европе, но и во всем мире. 1990 год. Объединение арабских государств и образование Йеменской Республики. Объединение территорий ФРГ и ГДР. С 1991 по 1993 годы происходит распад мировой социалистической системы, продолжение процесса образования суверенных государств, а также образование СНГ. В 1991 и 1994 годах обрели независимость ряд бывших техокеанских владений США. Содружество Северных Марианских островов, Федеративные штаты Микронезии, Республика Маршаловые острова и образование островного государства Папау. Про возглашение независимости государства Эритрея, которая боролась за это право, 30 лет. 1 января 1993 года произошел распад Чехословакии с образованием двух независимых государств. Чехии и Словакии. Активные изменения на политической карте мира наблюдались и с 1999 года. Китаю были возвращены бывшие колонии Великобритании и Португалии, Сенгана и Аумыня. В 2002 году появилось 192-е независимое государство Восточный Тимур. В 2006 году провозглашена самостоятельность Сербии. В 2008 году Косово в одностороннем порядке провозгласило свою независимость от Сербии. В 2011 год Южный Судан мирно отделился от Судана. Произошло завершение процесса деколонизации. Намибия была последняя из колоний в Африке. В 2014 году Крым и Севастополь по итогам референдума пошли в состав России. Масштабы будущих перемен на политической карте мира будут определяться дальнейшим ходом этнокультурных процессов в многонациональных странах, характером экономических, политических и культурных отношений между странами и народами. Как мы уже не раз отмечали, политическая карта мира отражает количественные и качественные изменения в странах. Но способна ли она отражать международные отношения? Во второй половине 80-х годов в международных отношениях обозначился переход от конфронтации к взаимопониманию и сотрудничеству. Добрососедство стало приходить на смену недоверию, подозрительности и вражде. Это относится прежде всего к России, странам СНГ и США, а также к странам Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и другим регионам мира. Политическими средствами удалось развязать узлы многих региональных конфликтов. В результате международная напряженность пошла на убыль. В мире стало спокойнее и безопаснее. В разрядке напряженности велика роль Организации Объединенных Наций. На начало 1999 года в нее входило 185 членов. ООН объединяет отраслевые организации, участвующие в решении важных вопросов. ЮНЕСКО – вопросов образования, науки и культуры. ФАО – продовольственные и сельскохозяйственные проблемы. МАГАТЭ – контролирует функционирование атомной энергии. МВФ – Международного валютного фонда. МБРР – Международного банка реконструкции и развития. В поддержке стабильности в международных отношениях участвуют экономические и политические организации и союзы. Например, такие как НАТО – Организация Североатлантического договора. Европейский Союз, основная цель которого – максимальная интеграция стран-участниц. Североамериканская зона свободной торговли предусматривает меры по либеризации в движении товаров, услуг и капиталов с постепенной ликвидацией таможенных и инвестиционных барьеров. В отличие от ЕС, страны НАФТО не предполагают создание единой валюты и координацию внешней политики. ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития. Также активно принимают участие в решении социально-экономических и политических проблем организации с меньшим количеством стран-участниц. ОСИАН – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. ОПЕК – Организация стран-экспортеров нефти. МЕРКОСУР – Субрегиональный блок. С 2001 года эта зона была объявлена Зоной свободной торговли и Единого таможенного союза. Несмотря на это, многие вопросы международных отношений, находящихся отражение на политической карте мира, еще ждут своего разрешения. Такие как региональные и локальные конфликты. В их основе лежат либо пограничные, либо религиозно-этнические противоречия. Борьба за нераспространение ядерного оружия – это очень важный вопрос для всего мира. Расширение блока НАТО, возникшее еще в 1949 году, дипломаты предполагают разработать новую международную систему безопасности, основанную не на блоковом, а на всеобъемлющем коллегиальном подходе. Этими и другими международными вопросами занимается политическая география. Политическая география – это ветвь экономической и социальной географии, находящаяся на ее стыке с политологией. Это наука о территориальной дифференциации политических явлений и процессов. В качестве самостоятельного научного направления она сформировалась в конце XIX – начале XX веков. Одним из основателей геополитики является Фридрих Рацель. Составной частью политической географии является геополитика, выражающая государственную политику в первую очередь по отношению к границам страны и ее взаимодействию с другими странами. Геополитиками начала XX века были выявлены географические факторы, которые играют решающую роль в мировой политике. Это стремление к расширению площади территориальной монолитности и свободе передвижения. Геополитическими факторами являются географические факторы – это пространство, положение, природные условия и ресурсы. Политические факторы – это взаимоотношения с другими государствами, тип государственного строя, социальная структура общества, участие в политических блоках и союзах, характер государственных границ, наличие горячих точек. Также геополитическим факторам относятся экономические, военные, экологические, демографические и культурно-исторические. Экономические факторы учитывают уровень жизни, уровень развития отраслей хозяйства, участие во внешних экономических связях. Военные – уровень развития, боеспособность вооруженных сил, военные расходы. Экологические – степень деградации природной среды и меры по ее охране. Демографические факторы – это характер воспроизводства населения, состав и размещение населения. К культурно-историческим факторам относятся уровень развития науки, образования, дравоохранения, культурные и трудовые традиции, а также этнические и религиозные взаимоотношения. Учитывается и криминальная обстановка. Ежегодно международными организациями проводится анализ социально-экономического и политического состояния стран мира. Прогнозируются успехи и возможные риски. В случае необходимости оказывается поддержка. Также анализируются политические отношения между странами мира. Выделяются горячие точки планеты. И на дипломатическом уровне применяются меры по урегулированию конфликтов. Мы с вами тоже будем проводить анализ социально-экономического и политического состояния стран мира. Составлять характеристики политико-географического положения страны по определенному плану. Политико-географическое положение страны или ПГП – это положение страны по отношению к другим государствам и их группам как политическим объектам. Это комплекс политических условий, связанных с географическим положением страны, выражающейся в системе политических взаимоотношений с окружающим миром. Запишите основные пункты плана характеристики ПГП. Первый – политическая и экономическая оценка государственных границ. Здесь оценивается уровень экономического развития соседних стран, принадлежность страны и соседних стран к экономическим и политическим блокам, стратегическая оценка государственной границы. Второй пункт – отношение к транспортным путям, рынкам, сырья и продукции. В этом пункте рассматривается возможность использования морского и речного транспорта, торговые отношения с соседними странами, обеспеченность страны сырьем. Отношение к горячим точкам планеты подразумевается прямое или косвенное отношение страны к международным конфликтам, наличие горячих точек в пограничных регионах, военно-стратегический потенциал, наличие военных баз за рубежом, участие страны в международной разрядке разооружений. В четвертом пункте проводится общая оценка политического положения страны, внутренней и внешней политики. Приведу пример характеристики политико-географического положения Франции. Франция – экономически развитая страна, она входит в Большую Семерку. Франция расположена в Западной Европе, имеет центральное положение. На востоке страна граничит с Бельгией, Люксембургом, Швейцарией, Италией. На юге – граничит с Испанией и Андоррой. От Великобритании отделена проливом Ла-Манш. Францию окружают развитые страны. Соседи, как и сама Франция, являются членами военно-политического блока НАТО и экономического союза ЕС. Соседское положение благоприятное. Франция имеет приморское положение. На юге она омывается Средиземным морем и имеет крупный порт Марсель. На западе Франция омывается Бискайским заливом Атлантического океана. Таким образом, Франция имеет свободный круглогодичный выход в Мировой океан, а следовательно торговлю со всеми странами мира. Франция имеет густую транспортную сеть, соединяющую ее с соседями – автомобильные, железные дороги, реки, каналы. Франция недостаточно обеспечена собственным сырьем и топливом, поэтому она является крупным импортером газа, угля, нефти, древесины. Наибольший объем торговли имеет со странами ЕС. Франция, являясь членом НАТО, принимает активное участие в регулировании региональных конфликтов, имеет крупный военный потенциал и военные базы за пределами страны. Из вышеизложенного мы сделаем с вами вывод, что политико-географическое положение Франции в целом достаточно благоприятно. В конце нашего урока я предлагаю вам самостоятельно выбрать одну из стран мира и, используя учебник «Физическую и политическую карты мира», размещенные в атласе, составить характеристику ПГП. О современном состоянии выбранной вами страны вы сможете узнать из СМИ и других дополнительных источников информации. После этого с одноклассниками вы сможете организовать и провести дебаты и, возможно, найти политическое решение какой-либо мировой проблемы. Успехов! И всего вам доброго! Продолжение следует...